Ну вот, в принципе, партия протекала, как и многие до этого. Просто не справился с управлением, когда у меня стало довольно мало времени. Ну, матч-то продолжается, на самом деле. По-прежнему, минус два. По-прежнему, есть ощущение, что надо как-то отыграться. Но не получается. Так. Давайте Е3. Если не буду спешить с ходом для 4, потому что обнажилась белая диагональ, длинная белая диагональ, может, как-то на это удастся поиграть. H3, слон H5, насколько выгодно для меня, непонятно. А сыграю конь C3. Что-то, коня в любом случае надо развивать. Потом подумаю. Ну, вообще-то, H3 довольно заманит. Я, конечно, ослабляю черные поля страшно. Но. Хотя, какие в этом но. Просто ослабляю страшно черные поля. Е5. Текст Д6. Мне не нравится ход. Сильный ответ на Д4 и конь Д7. То есть... Совершенно непонятно, что я делаю, на самом деле. Потому что теперь у нас слон G2, слон Д3. На слон Д3 уже конь Е5. То есть, наверное, слон G2 надо играть. И рокировать после этого. Пока не поздно. Д3, конь Е5. Висит на Б7, висит на Д3. Слон Д3, кстати, заманчиво крайне смотрится. Но мне не верится, что это хороший ход был. Владимир А7. И вообще, G5 есть ресурс. Черного коня только G8 поля. Там еще слон Д5, конь Е7. Что такое? Убиллах опять абсолютно выигранная позиция. Объективно просто... Просто разгромная. Совершенно не факт, доведу ли я ее до победы. Б6 вроде неплохой ресурс. Здесь все как З4. После конь Д7, конь Д3. Человек достается без фигуры. Без фигуры. И Е6, скорее всего, последний. Где Б6 тоже возможно. Теперь просто конь С5, правда, есть ход. И я на Е6 или Е5 просто возьму на Д7. Стану с лишней фигурой уже в ренджпиле. Наверное, такое упустить тяжело. Хотя я, конечно, не на такое способен. Боиция выглядит весьма выигранной, если честно. В 5 хороший ресурс. Ну, давайте, ладно, разовьем моего соперника. А он не хочет развиваться. Ну, тогда до 4,5 поставлю. Просто хочу поставить Л1 на Б1. Так, чтобы я могла взять после этого 2-я Л1 и сыграть А3. Это я не знаю, зачем допустил, но он... Так, стоп. Вот здесь важно не зевнуть никакого трюка. Л1, Л2. Идея черных в этом. Знаете что, давайте сыграем... Давайте сыграем Кунь Е4. Я допускаю Л2, я даже и в 5 допускаю. Просто хочу... Упростить себе жизнь. Я отдам эту фигуру, а зато заеду Ладёй на Б7. Получу много проходных, много лишних пешек. Кунь по-прежнему не выходит, потому что Ладёй Б8. Но Ладёй Б8 не зевнули. Тут, наверное, уже надо сдаться, потому что всё-таки минуты мне хватит. А, ну и, судя по всему, мой соперник покинул тут игровую площадку. Выиграв матч, хотя, конечно, лица у него были довольно... Довольно... Не впечатляющие, по большей части. Но вот его предприимчивость и отличная быстрая игра на флаге сказались. Кстати, по-моему, он недавно, так сказать, зарегистрировался. Хотя нет, рейтинг у Ди менялся. Рейтинг менялся быстро, но партия написано, что больше 3000. Так иначе, получается очень интересный матч. И сейчас мы посмотрим все его партии по порядку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!